Арагами это не крупная триполая игра, это не стильный Мерси в Сим со стелсом про недалекое будущее, или вымышленное королевство, где способности дает чужой. Нет, это маленькая игра, сделана на движке, который скорее ассоциируется с дешевыми и некачественными играми. Да-да-да-да, я знаю про твой любимый Escape from Tarkov, который тоже сделан на Юнити, и у Арагами есть проблемы. Самое для меня яркое это сюжет, что обо всем ты догадываешься на миссии второй. Единственное, что остается загадкой почти до самого конца, это собственно конец. Тут не была соблюдена грань, намеки на то, что Ямика, девушка призвавшая дух мещения рогами в этот мир, и есть императрица теней, они не просто легко уловимы, они прямо бросаются в глаза. Но вот не получилось у разработчика, точнее сценариста этой игры, чтобы об этом можно было бы догадаться, но при этом придется хорошенько подумать. Нет, думать не надо, и так все понятно. Так что сюжет это, пожалуй, самая слабая сторона этой игры, что нельзя сказать об мире этой игры. Но вот очень нравится людям вся эта мистика, потусторонние силы и просто непонятные или откровенно странные вещи. Ну, силы тьмы, ну в нашем случае скорее тени, против сил света. Это же просто неумирающая классика. И все эти техники тени весьма интересны, чего нельзя сказать про местный хамон, который более ограничен. Вот теоспособность на короткое время становиться невидимым, который позволяет избежать врагов или же безнаказанно порубить нескольких адептов света. Вот кунай для устранения врагов на расстоянии. Мешает лучник, но смертельный снаряд поможет ему больше не доставлять неудобств. Есть черная дыра, которая поглотит всех врагов в определенном радиусе. Поставил такую, подождал пока враг подойдет и активировал, и вот через пару мгновений его нету. И вот таких вот приемов в нашем арсенале может быть целых 8, и каждый из них нужен для своих целей. Что-то полезно для планирования. Я про пометку всех врагов в достаточно большом радиусе, а что-то для отступления или отвлечения внимания врага. Теневое клонирование может спасти вам жизнь во многих передрягах, а слепление поможет умертвить тех двоих неудобных врагов. Да, поначалу тех приемов мало, ибо они открываются по мере прокачки. А для того, чтобы получить новый прием, нужно найти пару свитков, которые разбросаны по локации. Но с этим не возникает проблем при навыке, который подсвечивает все свитки. Очень полезная и незаменимая вещь. Ладно, интернет этот навык можно заменить. И есть еще умение рогами. Различные бонусы, которые помогают при игре. Тоже зрение, помечающее все свитки, к ним относятся. Или возможность растворять трубы, чтобы их никто не нашел. Или плюс 25% к регенерации энергии. Еще есть возможность приобрести второй аналог убийства вблизи. Этот прием восполняет те самые сюрикены, невидимость и так далее. Но требует значительно большего времени, нежели просто использование оружия. А этих самых способностей в арсенале всегда две. Больше ими воспользоваться без пополнения не получится. Если потратил все два куна и оставил в своем арсенале все остальное, то случникам придется разделываться как-то по-другому. Еще один способ все это пополнить это храмы. Открыл такой и все восстановилось. Одна из самых важных способностей в нашем распоряжении это быстрое перемещение на темной поверхности. Некий аналог телепорта из Dishonored. Только с одним дополнительным условием. Забирайся на крыши, проходи сквозь решетки, все благодаря ему. Игра пусть и не подталкивает к быстрым действиям, ибо умирает рогами всего с одного попадания. Но все же в стрессовых ситуациях иногда получается сделать что-то красивое. Но как правило это либо постепенное убийство всех мешающих врагов, либо просто их избегание и прохождение до цели миссии. Всяких спидраннеров и игроков, которые хорошо знакомы с игрой, не берем в расчет. А игра с другом хорошо так приукрашивает игру. Убийство в стиле. Я беру правого, а ты левого. Раз. Два. Три. И доставляет удовольствие. А про более сложные цепочки действий я уже молчу. Плюс добавляется больше разнообразия способностей в начале игры. Кто-то берет обнаружение врагов, а кто-то двойника или еще что-то. И вот уже в начале игры есть неплохое комбо способностей. А дальше эти комбо становятся только лучше. Но у этого есть конечно же минус. Если ваш друг, как и мой, не в ладах со стелс играми, то вам придется знатно попотеть, ибо его задница так и будет норовить попасться в поле зрения охранников. А если он еще немного непонятливый, как в моем случае, то страданий станет еще больше. Смотрите так, не потеряйте свою дружбу. Интересно, кто в уничтожении дружеских связей победит? Второй портал или игра про рогами? Выбирайте для этой игры себе напарников получше, а то придется каким-нибудь мучиться. Что хочется похвалить, так это болванчиков. Нет, они все еще не всегда видят вас, или даже иногда топят. Но они сделаны намного лучше, чем в некоторых играх, где стал второстепенный элемент геймплея. Так, например, их не получится бесконечно привлекать колокольчиком. В зависимости от степени тревожности охранника, он может поднять тревогу после третьего звонка колокольчика, может после второго. А если вы были замечены, а потом скрылись от врагов, то и вовсе после первого. Хотя бы логика в этом у них присутствует, и не получится бесконечно гонять их туда-сюда. Но резать их пачками все равно можно. Как тут, например, они ходят по одному и спокойно умирают. А могут и недоумевать, а что это мой товарищ умер от колотого ранения. А могут тут же начать махать мечами и случайно зарубить. А лучники, например, те еще паникеры. Только начали догадываться об вашем присутствии, так сразу же начинают стрелять. Обнаруженный труп может ожить всех так, что мало не покажется. Вот обычный медленно передвигающийся мечник носится вовсю и готов рубить все, что движется. Правда, лучники весьма бесполезны, ибо их скорость реакции не просто оставляет желать лучшего. Нет, она ужасна. Настолько, что умереть от стрелы реально только в том случае, когда намеренно стоишь на одном месте. Ну или убиваешь противника. С реакцией также плохо и у мечников. Если нету тревоги, то спокойно можно пробежать 5 метров, если не все 10, и зарезать. Да, это все разнообразие живых врагов. Лучники и мечники. Кроме боссов, конечно же. Есть еще шарики света, которые либо находятся рядом с мечниками, эти шары не позволяют поставить тень, а значит и вплотную телепортироваться, хотя с их реакцией в этом нужды нет. Но все же основная их задача – это освещение темных мест, в которых видели что-то подозрительное. Удобно, что сказать. И есть еще второй тип – это шарики света охранники. Пройдя рядом с таким, он начинает преследовать и спустя некоторое время сделает бум. Смертельный для теневого духа мщения – бум. Само ядро геймплея остается неизменным почти всю игру. В редких случаях нас подгоняют. Так например, случай вот этой вот световой ловушки, где надо выбраться и не попасться на лучи света. И хоть момент с ловушкой был очевиден, но вот то, что придется так от нее убегать – нет. Очень хорошо взбодрил этот момент. Схватки с боссами необычные, их всего три. Первый – это стелс-бой с одним из лидеров Кайхо. Это как раз таки все те, кого мы убиваем. Ничего сверхсложного. Уничтожь сферу, которая защищает его, потом ударь в спину, опять сфера и прыгнуть сверху. Вот и весь босс. Второй бой против лучницы. Просто избегая ее стрел, что опять же не очень-то и сложно. И последний босс Ямико. Императрица теней. Тут тоже все просто. Избежать ее так, пару раз порезать и в конце спрыгнуть на нее. Правда, это было сделано криво, и надо было ждать, пока не появится значок. И только потом Арагами сможет спрыгнуть. Что же касается технического совершенства игры, так она далека от него. Например, в той же битве с Ямико. Один из двух игроков может просто застрять в текстурах. А Ямико убить его не может, ибо она уже стоит на одном месте и пускает сферы. Как итог, приходится перезапускать уровень для того, чтобы этого бага не было. А случился он целых два раза, что неприятно. Итого босса рубили мы целых три раза. Еще техническое несовершенство проявляется в том, что герои не открывают рта. Но это на самом деле мелочь. Вот что бесит, так это рассинхрон врагов. И это происходит только у второго игрока. У хоста все хорошо. Как вам то, что меня не могут убить, ибо враги думают, что я в другом месте. Как итог, можно просто бежать и резать всех направо и налево. Никто не сможет тебя остановить, пока ты не пройдешь вся тех, кто попал под это явление. И этот неприятный момент может испортить статистику. Есть же игроки, которые хотят пройти уровень на максимальный рейтинг. А каждое обнаружение это минус очки. И вот в такой момент, либо твой напарник всех вырезает, после чего ты все-таки можешь ходить. Либо пробегая их всех в инвизе. А можно забить на очки и вырезать всех. Хорошо, что этот феномен все-таки редкость и за всю игру произошел только два раза. Происходит не только то, что враги думают, что ты в другом месте. Но и расположение охранников у тебя и у хоста различаются. Ты убил охранника в одном месте, а у хоста он упал в другом. Или хост подошел и порезал одного из вражин. А у тебя упал вообще другой, а он там с ума сошел и резал воздух. Иногда ты не можешь убить врага. Подходишь к нему, нажимаешь пробел, а анимации убийства нету. И враг спокойно может тебя порезать или обнаружить. Меня это не так сильно бесило, ибо на очки мне плевать. Но вот что странно, так это то, что эта проблема возникала и у хоста. И мелкие баги, которые не влияют на геймплей, тоже случаются. Самое частое это исчезновение анимаций ходьбы у врагов. Игра хороша больше всего своим геймплеем. Есть еще дополнение, которое даст поиграть за прислужников императрицы. Которые обладают своими уникальными навыками. Правда их всего 4, что в 2 раза меньше, чем в основной игре. А уникальных навыков всего 3. Это взрывной кунай, более прокачанная версия обычного. Сначала убил одного таким, а потом взорвал его, забрав парочку врагов. Еще одна новая способность это дымовая бомба. Кинула ее, враги начали задыхаться и не видят ничего. Ну так можно их так просто порезать или пройти мимо. И последняя уникальная способность это телепорт к своему союзнику. А четвертая способность все та же невидимость. Но вот есть проблема у этого дополнения. Это его реализация. Дело в том, что тут у нас всего 4 главы. И разработчики решили что-то слишком коротко. И поэтому напихали огромные пачки врагов. Причем очень плотно. Из-за чего из приятной и неплохой игры про стелс. Она превратилась в весьма душное нечто. Серьезно, нам это дело настолько надоело. Что многие моменты мы откровенно пробегали, дабы не мучить себя. Иногда все же были хорошие куски локации с грамотно расположенными врагами. Но это скорее исключение. Из-за чего я не рекомендую брать доп. Можно в том случае, если вы очень хардкорный любитель стелса. Плюс проблемы, невозможности убийства врага в ближнем бою. Тут намного сильнее распространена. Когда это в каждой главе, это прям выводит из себя. А так на пару вечерков поиграть с другом или в одиночестве. Это весьма хорошая игра про скрытого духомщения рогами. Ну что же, я закончил со всем этим. Так что удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok